Это вечерний хэштег, говорим о стрельбе в Пермском университете. Сразу после трагедии в Казани, выводы вроде бы как были сделаны и правила пользования оружием были ужесточены. И вот как именно, прямо сейчас предлагаю вспомнить. В конце июня президент Путин подписал закон, который повышает возраст приобретения огнестрельного оружия и ужесточает правила выдачи лицензий на него. Из текста следует, что огнестрельное оружие ограниченного поражения, охотничье оружие и длинноствольное оружие самообороны могут приобретать лица, достигшие 21 года, а не 18 лет как раньше. Однако это не касается тех, кто проходит либо проходил военную службу, а также тех, кто служит в государственных военизированных организациях, имеет воинские звания, либо специальное звание или классные чины юстиции. Также в документе уточняется, что охотничье оружие с 18 лет по-прежнему могут приобрести представители коренных малочисленных народов, профессиональные охотники и работники юридических лиц с особыми уставными задачами. А те, кто достиг совершеннолетия, по-прежнему могут купить спортивное оружие, гладкоствольное или нарезное длинноствольное охотничье оружие для занятий спортом. Что касается лицензии, ее не смогут получить граждане с двумя и более погашенными судимостями или те, у кого есть судимость за незаконный оборот оружия, экстремизм, терроризм или умышленное преступление против несовершеннолетнего. Обсудим подробнее этот закон с председателем общероссийской общественной организации права на оружие Вячеславом Ванеевым. Он с нами на связи. Вячеслав Владимирович, приветствуем вас. Расскажите, вот после введенных изменений в июне, насколько сложнее стало получить разрешение на оружие в России? Ну, те поправки, которые были приняты недавно, они вступят в законную силу только в следующем году. Но уже вся аналитика показывает, что эти поправки особой безопасности нашему обществу не придадут, а только усложнят жизнь законопослушным гражданам. И это создает некоторую нервозность в вооруженном сообществе. С 2021 года можно будет владеть оружием, но некоторые выступают и за большее повышение, чуть ли не до 30 лет. Как считаете, есть такая необходимость? Если мы живем в правовом государстве, то мы должны обращаться к нашей Конституции. У нас в Конституции записано, что гражданин Российской Федерации дееспособен с 18 лет. И любые поднятия возрастов являются грубым нарушением нашего основного документа, нашей Конституции. Поэтому я считаю, что это не так. Если мы поднимаем возраст с 18 лет, тогда я предлагаю поднять возраст и избирательного права, чтобы наши граждане могли более четко понимать, кого они выбирают, когда они выбирают, и предлагают где-то избирательное право поднято 35 лет. Возвращаясь к новому закону. С 18 лет россияне все-таки могут купить спортивное оружие, гладкоствольное или нарезное длинноствольное охотничье оружие для занятий спортом? Но ведь тоже можно убить вот этим оружием? Конечно, можно убить. Если мы берем статистику, то самое большое убийство в Российской Федерации, да вообще по меру, это бытовые ножи. Если из гражданского оружия убивают в год не больше 500 человек, из них две трети, это, как правило, суициды или нарушения техники безопасности, то из обычными кухонными ножами в год убиваются где-то 30 тысяч. Вячеслав Владимирович, благодарю за беседу. На связи со студией был Вячеслав Ванеев, председатель общероссийской общественной организации «Право на оружие». Максим, ну вот что касается получения оружия, сейчас вновь поднимается вопрос, что, мол, а давайте ужесточим, может быть, с 30 лет выдавать оружие. Вы как считаете? Ну, то, что подняли до 21 года, это я, в принципе, согласен. Я, как бывший начальник отдела призыва, который 5,5 лет отправлял таких хлопцев в армию, я могу сказать, что большая часть людей, не все, ну, 18 лет еще там… Ветер в голове, да. Дети, дети, да. Особенно, если у них нет навыков безопасного обращения с оружием. Это то же самое, как научить драться, да, боксу. Если ты сначала в голову не вложил человеку, как, когда можно применять, а сразу научил, удару поставил, то это может печально очень, соответственно, к чему это может привести. До 30 лет, не знаю, это слишком, конечно, много. Я, как человек, который у нас много проектов, много работы связано с оружием, и с пневматическими, и с таким тоже. Да, есть проблемы в этом обществе, сейчас много недовольных, то, что вот сейчас меняется. И действительно, из-за одного плохого человека сейчас пострадает много хороших людей. Нужно что-то создавать, но нужно не так, как у нас иногда любят в государстве, а давайте запретим все, ну, давайте думать, привлекать специалистов и общаться. Правильно понимаю, чтобы получить оружие, нужно сначала пройти медкомиссию и получить ту самую справку, а значит пройти психолога. Вот, я читал, что данный гражданин, там какие-то тесты нужно проходить, он пришел, тесты не прошел, пошел, потренировался и прошел потом. Вопрос, а как его допустили, может быть, тогда сделаем там, он, если не прошел, то ну дайте ему год-два, а пускай сначала подрастет. То есть с первого раза не прошел, нельзя ему дать там через неделю. Но действительно, он пошел, потренировался. Тут много вопросов, начиная от того, что насколько компетентны эти психологи, которые были в медкомиссии. Ну и давайте, положа руку на сердце, что во многих регионах, и мы видим эти прецеденты, когда можно просто за деньги купить эту справку. И к чему это приводит? Пожалуйста, вот к таким очень неприятным инцидентам. Юлия, ну тут к вам, наверное, вопрос. Вообще реально обмануть на медкомиссии психолога, найти лазейки, подготовиться сумасшедшему человеку? На самом деле, тестирование в любом случае есть определенные моменты достоверности и недостоверности. В любом случае есть процент. Если тем более потренировался, то есть такая возможность. Поэтому мы говорим о том, что здесь должны быть не только психологи, но и психиатры смотреть еще клинические проявления. И вот вопрос о возрасте, я абсолютно поддержу всех, кто здесь высказался, что он очень неоднозначным, потому что в 21 год, да, он становится более зрелым. Но мы детей-то отправляем, наших мальчишек отправляем в армию 18 лет, и им там уже дают оружие. Спортсменам, профильным спортсменам дают оружие еще раньше. Поэтому здесь вопрос не о возрасте, здесь вопрос о психическом здоровье. И вот здесь и надо ставить акцент, как его проверять более тщательно. Не нужно экономить на психологов и психиатров. Мы же с вами понимаем, что есть сайты объявлений, но не получил ты справку. Не можешь купить оружие легально, можно его купить на сайте объявлений. Если не можешь найти огнестрельное оружие, можно, говорят, по частям купить и собрать самому, если разбираешься. Да при желании можно все что угодно. И я все-таки парирую фразу, что мы отправляем 18 лет, согласен. Но до того момента, пока человек выйдет на стрельбище и в первый раз начнет стрелять из огнестрельного оружия, с ним, во-первых, проводится огромная работа, рядом с ним всегда стоит старший, который контролирует. И он просто даже, если угол стрельбы увеличивается не в ту сторону, сразу это останавливается. И в течение года, весь год с ним идет занятие. Он проходит курс молодого бойца, его учат, рассказывают. И в любом случае, даже когда он прошел курс молодого бойца, всегда рядом находится тот, кто контролирует этот процесс однозначно. Поэтому здесь это немного все-таки другая ситуация. И здесь они под контролем. Итак, все-таки, на ваш взгляд, стоит ужесточать закон? Я так понимаю, что вы поддерживаете? С умом, скажем так. Вот, Артур, на севере, на нашем, на Тюменском, ребятишки, мальчишки, они только могут держать ружье в руках, они уже выходят и стреляют. Вот как этим ребятам запретить, чтобы они до 21 года не могли? А это необходимость на севере. Там, извините меня, опасно жить. Дети, мальчишки остаются в юртах одни. Это вопрос, куда с вами мы смотрим? Вы ведь наверняка все видели то видео, где он покупал патроны. Жуткое видео. Спокойно, 18-летний ребенок, будем прямо говорить, покупает патроны. До этого где-то купил ружье. Картечь. Картечь, 150 патронов. Вы правы. Почему никто не позвонил в полицию? Ну, это же ненормально, если бомж будет с золотыми часами и с айфоном идти. Это ненормальная ситуация, надо позвонить участковому. Наверняка где-то утащил. Так же и тут. Ненормально. Ребенок покупает ружье. Начать надо с отца, который решили. Родители купили ружье, там мальчик после школы не мог заработать на ружье деньги. Мальчик живет в городе, покупает ружье, он любит оружие, покупает ружье. С какой целью тебе ружье, сынок? Ты охотишься, ходишь, ты защищаешь свой дом. Вообще задуматься об этом надо было. Я согласен с вами. Покупает мальчишка, 18-летний, 150 картечей. Патроны с картечью. Он на медведя собрался идти, на волка в городе. Ладно, ему продали это, но надо сообщить в органы. Там в разрешении на ружье все записано. Фамилия, имя, отчество. Так вы понимаете, аргумент какой? Но ему же 18 лет, имеет право. Все. Ну, это, конечно, дикость. Сейчас к разговору подключается руководитель Центра кризисной психологии, член Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний России, Михаил Хасминский. Михаил Игоревич, здравствуйте. Сможет ли ужесточение законодательства в сфере оборота гражданского оружия, ну, как-то кардинально изменить ситуацию? Или нужно заниматься не ограничениями, а формированием мировоззрения у молодежи? Знаете, можно пытаться ограничивать оружие, но оружия слишком много. То есть, естественно, что и оружие, наверное, надо что-то с этим тоже делать, конечно же. Потому, для чего 18-летнему, по сути, еще ребенку нужно вообще оружие? Какой из него охотник, собственно говоря? Понятно, что, скорее всего, это не для охоты делается. Но здесь надо разбираться. Ограничивать оружие, наверное, нужно. Но топоры-то мы не ограничим. Ножи мы не ограничим. У нас убийство не только происходит из-за огнестрельного оружия, а по многим другим причинам. А вот по этим причинам надо разбираться. А почему вообще убийство возможно? Почему человек считает, что он может отбирать жизнь у человека другого? Нет, конечно же, убийства были всегда, естественно. Но, в принципе, очень многих людей останавливало именно понимание того, что жизнь – это сакрально. Жизнь – это святое другого человека. И своя жизнь, и своего ребенка, и того, кто живет там по соседству. Вот если есть такое понимание у человека, то есть сформировано правильное мировоззрение, он не пойдет на эти вещи. Что объединяет пермского стрелка и других колумбайнеров? Какие психологические признаки? Быть может, потеря каких-то ориентиров? Ну, здесь не то, что потеря. Во-первых, размывается определенной степенью норма вообще. Какой должен быть человек? Какие должны быть нравственные черты? То есть расчеловечивание – это один из признаков. Второе, конечно, это высочайший уровень эгоизма. Просто потрясающе. Это и для колумбайнеров, и для суицидентов, и для других деструктивных форм поведения. И, в частности, ныне причисленным к экстремистским сообществам совершенно заслуженным, тех же АУЕшников. Вы понимаете, это же эгоисты, безответственные, инфантильные, вот эти вот все люди, да, деструктивные. И, что очень немаловажно, с короной на голове такие прям, знаете, он там такая величина, что он решает вопросы, кому жить, кому умирать, что все мерзкие. А он там один прекрасный, но не признанный. Это высочайший уровень гордыни, да, то есть это вот характеризует их, собственно говоря, таким вот образом. И, к сожалению, сейчас все воспитание заточено под то, чтобы, по большому счету, дети такими и вырастали. Пуп земли, понимаете, корону на голове. Вот вы сейчас сказали о современном воспитании, но ведь это не единственный фактор, который привел к тем трагедиям, которые мы сегодня обсуждаем. Конечно, и дополнительный фактор влияет, в том числе и то, что вот эти сообщества деструктивных абсолютно людей спокойно совершенно существуют в интернете. И почему-то никто их не объявляет, в частности, по-моему, совершенно заслуженно. Было бы это не только деструктивными, да, но и просто, откровенно говоря, преступными сообществами. Если ты говоришь о том, что хорошо убивать других людей, значит, это экстремисты. И, безусловно, эти все сообщества должны просто жесточайшим образом все закрыть спецслужбы и в соцсетях и так далее. То есть, никто не может говорить, что убивать другого – это хорошо, это же, по-моему, понятно. И, конечно, плюс к этому ведется очень много формальной работы. Поиск виновных ведется, да, а системной просветительской, например, работы тоже нет. Детскую психиатрию вообще почти там свели, откровенно говоря, уже на нет. Потому что это же затратная часть, как бы, да, ну, вот она сокращается, сокращается, сокращается. И в итоге мы имеем, что и с детской психиатрией тоже проблемы. Я не говорю конкретный случай, да, я говорю вообще, что это тоже действует, безусловно. И вообще все вот эти формальные подходы, они совершенно не способствуют решению абсолютно никаких вопросов. Спасибо. До свидания. С нами на связи из Москвы был руководитель Центра кризисной психологии, член Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний России Михаил Хасминский. В том числе и о воспитании молодежи поговорим в заключительной части программы. Не переключайтесь. Вот о чем дальше. Съехал с катушек. Можно ли вычислить будущего убийцу через соцсети? И как понять, все ли в порядке с психикой у одноклассника или одногруппника? Советы психологов. Компьютерные игры и фильмы. Как родителям уберечь ребенка от плохого контента?